Мобилизация. В Сургуте кандидаты в депутаты разных уровней готовятся к проведению масштабного социального эксперимента. Крупнейшая партия страны «Единая Россия» проведет перед основными выборами предварительные. Это позволит оценить, насколько серьезной поддержкой обладают кандидаты. С некоторыми из них встретилась наша съемочная группа. Для Максима Слепова, это главный врач Сургутской городской поликлиники номер один, предстоящая избирательная кампания станет уже третьей. За годы в Думе крупнейшего муниципалитета Югры удалось немало сделать для своего избирательного округа. Но, несмотря на внушительный опыт, депутат в числе участников социального эксперимента «Единой России». Мобилизация. Ключевые особенности предварительного голосования – стопроцентная легитимность, объективный взгляд на настроение в обществе и работа параллельно с другими претендентами. В этом соперничестве всегда рождаются какие-то очень интересные решения и предложения. Я, даже проходя предыдущие выборы, я очень многое брал от своих оппонентов и в дальнейшем использовал в работе что-то, чего я не увидел, чего я не заметил при подготовке к выборам. Например, они на это обращали внимание. Для меня это очень важно. Этот опыт придает сил, во-первых. Во-вторых, ты себя мобилизуешь и появляются новые идеи. В числе участников социального эксперимента не только врачи и действующие политики. Еще газовики, нефтяники, общественники, железнодорожники, спортсмены, волонтеры, предприниматели и представители многих других специальностей и отраслей. Подать документы может любой желающий, не состоящий в другой партии. До «Единой России», а это единственная политическая сила в стране, использующая механизм «Праймерис», итоги предварительного голосования позволят оценить уровень поддержки кандидатов. Статус последнего может получить, по сути, любой, с политическим опытом и без оного. Данил Кравчук, один из авторов концепции развития футбола в Сургуте, впервые зарегистрировался для участия в предварительном голосовании «Единой России». У меня есть четкое понимание в моем округе, что нужно делать, потому что каждый день я, в принципе, проезжаю на машине, на велосипеде, прохожу пешком, пользуюсь социальными объектами микрорайона. Но есть определенные важные точки на сегодня, которые нужно в большей части уделять время. Такие социальные объекты, спортивные, места пребывания, отдыха наших горожан. Поэтому в этом направлении будем работать. Ну и, конечно, сейчас обход непосредственно по квартирам, и складывается понимание, что происходит у наших соседей. За плечами каждого из окружных депутатов от Сургута около 70 тысяч горожан. Представлять их интересы – большая ответственность. Парламент за годы работы сумел сформировать целый ряд незыблемых трендов, в основе которого социальная ориентированность. В Югре на особым счету забота о материнстве и детстве, благополучии и здоровье. Одним из направлений моей избирательной кампании была поддержка спорта, поддержка молодежи. Поэтому я в течение всего времени исполнения своих депутатских обязанностей выделяла средства не только на Ледовый дворец, но и на организацию других спортивных мероприятий. Потому что я считаю, что спорт – это наше будущее, это здоровая нация. В мае участники социального эксперимента «Единой России» будут работать с жителями. Во всех муниципалитетах Югры на предварительных голосования заявились свыше 800 кандидатов. Самая большая конкуренция – среди претендентов на пост депутатов Государственной Думы. 30 человек на место. Голосование у нас пройдет по всем 365 вакантным мандатам. Осенью 2021 года введены в день голосования. Югрычанам предстоит выбрать 2 депутатов Государственной Думы Российской Федерации, 38 депутатов Думы Югры, 10 депутатов Тюменской областной думы, а также 310 депутатов районных и городских дум. И также еще 5 глав поселений. Я хочу пожелать всем участникам предварительного голосования, чтобы они извлекли для себя из этого процесса максимальную пользу. А самые лучшие из лучших, они будут представлять партию уже на основных выборах в сентябре текущего года. Федеральный оргкомитет предварительного голосования продлил срок выдвижения кандидатов до 14 числа следующего месяца. Это позволит максимальному количеству людей принять участие в процедуре. Она пройдет с 24 по 30 мая в онлайн-формате с помощью портала Госуслуги. О своем желании сделать выбор уже заявили 19 тысяч югорчан. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.